Чемпионат мира по футболу Калькулятором вооружилась и Анна Карасельщик И сравнила цифры Добрый вечер, ну разброс мнения о том Сколько все-таки России потратит на чемпионат мира по футболу Крайне велик Начнем с премьеры Владимира Путина На пресс-конференции в Цюрихе он озвучил свою версию цены Строительство стадионов И прилегающей к ней инфраструктуре Будет стоить нам 300 миллиардов рублей Это примерно 10 миллиардов долларов Сопоставимо с тем, что было потрачено На подготовку и проведение чемпионата в Южной Африке Ту же цифру называет министр финансов Алексей Кудрин Из федерального бюджета Россия потратит от 200 до 300 миллиардов рублей Это только самые главные расходы Улучшение или строительство дорог Аэропортов, гостиниц и так далее В расчет не берется По словам министра, что-то будет построено за счет частного бизнеса Собственно, то же самое говорил и премьер Который без лишних церемоний Предложил потратиться на чемпионат Романа Абрамовича Пусть, дескать, раскошелится немножко Ничего страшного не убудет У него много денег Некоторые эксперты называют другие цифры Всего на подготовку к чемпионату Уйдут 50 миллиардов долларов Еще одна версия журнала Афиши На строительство стадиона в гостинице аэропортов Безопасность потратит 9,3 миллиардов долларов Конечно, конечно, долларов Откуда берется такой разброс цифр? Мы спросили у футбольного комментатора Василия Уткина Я думаю, что разные суммы произносятся потому Что очень можно по-разному считать Что является непосредственно подготовка к чемпионату мира Потому что, если хочется получить максимальную сумму То, конечно, нужно считать в том числе и строительство дорог И строительство аэропортов и так и тому подобное Другое дело, что мы прекрасно понимаем В какой связи бы эти сорошения не строились Ни их рентабельность, ни их необходимость Одних событий, пусть даже чемпионаты мира футбола Не исчисляются Чемпионат мира планируют провести в 13 городах Включая Москву и Санкт-Петербург Играть будут на 16 стадионах И вот уже появились отклики глав двух республик Рамзан Кадыров предложил провести отдельные матчи в Грозном А Рустам Хамид в Уфе В обоих городах строятся стадионы самого высокого уровня Спасибо, Аня Анна Красильщик О бюджете чемпионата мира С нами в студии Константин Симонов Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Президент Центра политической конъюнктуры Здравствуйте Добрый вечер Вообще, конечно, удивительно Наверное, когда выиграли Сочи Столько-то не было обсуждений Финансовых Просто уже теперь опыт есть На ваш взгляд Или это более интересная тема для всей страны? Я думаю, безусловно На самом деле, выигрыш чемпионата мира по футболу Проведение, точнее, права Можно, конечно, выиграть Надо только, мне кажется, на январь перенести чемпионат И тогда шансы у нас появятся Но вы правильно говорите Что одно дело Олимпиады в Сочи Куда, может быть, не каждый среднестатистический россиянин доезжает или доедет А другое дело Олимпиады, которая будет проходить в 11 сразу городах России, то есть, конечно, для страны, на мой взгляд, это гораздо более масштабное событие Потому что нужно подтягивать структуру, аэропорты Причем не только в каком-то отдельно взятом регионе Типа, вот, как я сказал, Сочи Куда мало кто потом и сунется, может быть, из россиян А другое дело в 11 городах Ну, я не знаю насчет там Грозного Грозного и Уфы Но, по крайней мере, та заявка, которая уже есть Там и Ярославль, и Екатеринбург То есть, достаточно большое количество городов Не только Москва и Сочи Ну, действительно, эйфория присутствует, конечно, все рады Конечно, все поют о санне и говорят, как хорошо Вот сейчас будет вбухано огромное количество денег В инфраструктуру, да, не только стадионы Там, оставим их на совести команд Которые так и так строят себе стадионы Ну, это дороги, аэропорты Отели и так далее И уже заявил и премьер И вот Аркадий Дворкович вчера у нас в эфире Сказал о том, что в основном Это ляжет на плечи бизнеса А каким образом, например, хорошо там Отели может построить, конечно же, бизнес А вот дороги, например, которые являются государственной собственностью? Ну, мы знаем, что у нас в России есть такая простая форма Привлечения ресурсов, когда просто Благотворительность? Не совсем благотворительность Когда просто бизнесу Там намекают, что нужно помочь Вот этому, или вот этому, или вот этому Проекту, или компании, там и так далее Я думаю, там не удивляло Не удивляло в основном присутствие Романа Абрамовича Ну, она почти никого не удивила В нашем, там не знаю, как это называлось В нашей спецбригаде, которая там обеспечивала победу Поэтому я думаю, что Конечно, государство там будет участвовать Но участие бизнеса, я думаю, будет строиться По традиционному для России пути Когда просто в приказном порядке Ту или иную крупную компанию Значают ответственность за тот или иной объект Если будет что-то не успевать Я не удивлюсь, если бизнес будет там и дороги строить Но потом, конечно, они же тоже не дураки Они потом придут к премьер-министру или к президенту И попросят что-нибудь другого То есть они о себе не забудут Да, но вот все равно возникает вопрос Там, хорошо, мы доживем до 18-го Все построим, все пройдет замечательно Все будут счастливы и довольны И даже для народа, скорее всего, это будет праздник Как обещали вчера наши гости Но что будет после 18-го? Зачем там Саранску 40-тысячный стадион, например? А таких стадионов будет там 18 по стране Ну, здесь действительно, с точки зрения заявки Есть определенные вопросы Я бы, конечно, если бы там Эту заявку составлял бы я Я бы, мне кажется, как-то пошире бы географию посмотрел Мне тоже не понятно, зачем в Саранске, например, или в Ярославле проводить Города достаточно близко расположены С Москвой, надеюсь, там не будут в Саранский аэропорт строить Международный уровень Ну, скорее, нет, но должны, наверное, будут построить В Ярославле Скорее всего, речь идет о связи каким-то образом С Москвой Но я согласен с вами, что, может быть, по некоторым объектам Там стадион должен быть не менее 40 тысяч Может быть, там в Саранске, как верно заметили, он и не нужен Но в целом, я думаю, что все-таки останется инфраструктура Останутся гостиницы И если вот у нас там периодически заикаются люди Про развитие того же туризма Но мы прекрасно понимаем, что развитие туризма Упирается как раз в то, что людям некуда ехать, негде жить Но я думаю, что это вообще, понимаете, все-таки чемпионат мира Будем откровенны, событие более важное с точки зрения внимания К стране, чем даже Олимпиада Потому что вспомните ЮАР Интерес огромный проявляется к государству Как мы им распорядимся Понимаете, если мы будем всячески пиарить, что в России там Украли на чемпионате мира столько-то, столько-то Одно будет впечатление Если мы сумеем показать все-таки какой-то позитив в стране Как в ЮАР это удалось Там Нельсона, Манделу, там еще что-нибудь Ну, я имею в виду по российским реалиям Будет другой эффект совершенно КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ